В России с 11 мая начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет. Власти страны получили свыше 2,5 миллионов заявок на 3,5 миллиона детей. Установить выплаты для семей с низкими доходами предложил президент Владимир Путин. Размер пособия ранжируется и может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в регионе. Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств, включая судебные, сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Банки будут обязаны сообщить в Росфинмониторинг и Центробанк о подобных запросах из-за рубежа. Вечный огонь и огни памяти на воинских захоронениях и мемориалах будут работать бесплатно. Раньше случалось, что за долги в оплате газа со стороны местных властей их могли гасить. По поручению президента России Владимира Путина газ для этих целей будет бесплатным. Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счет погашения кредита. С 1 мая расширяются возможности для отцов получить мат-капитал. Также закон устанавливает возможность перехода права на материнский капитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывавшего двух или более детей. Татьяна Штылер, Антон Полянский, Новости дня.